Привет, друзья! С вами Мамедыч, и сегодня я узнал новость, которую никак не мог оставить в стране. Во-первых, потому что я являюсь любителем футбола, а во-вторых, потому что я являюсь нейрохирургом. Так совпало. Итак, возможно, лучший футболист в истории перенес операцию на мозге. Речь пойдет о Диего Армандо Марадони. Поехали! Кто не видел гол Марадон и ворота англичан на чемпионате мира 1986 года, очень много потерял. Но, думаю, большинство все-таки видело, как он забил чудо-гол, прибежав больше половины поля и обведя всех защитников. А за несколько минут до этого он еще забил рукой, которую после назвал рукой бога. Тоже интересный факт. Но кто знаком с Марадон и, наверное, также знаком с его пагубными привычками. Например, он употреблял кокаин. А учитывая его поведение на чемпионате мира в России, то он, скорее всего, и здесь не обходился без запрещенных препаратов. Я думаю, вы тоже это помните. Конечно, наркотики и далеко не здоровый образ жизни пошатнули здоровье аргентинца. Но что же его привело на операционный стол нейрохирурга? Давайте сначала вспомним, какими бывают внутричерепные гематомы. Учитывая, что головной мозг покрывает оболочки, то и гематомы мы классифицируем относительно них и тех пространств, в которых они находятся. Оболочки, я напомню, всего три. Самая ближайшая к мозгу, мягкая. Затем паутинная и затем уже твердая мозговая оболочка. По-латыни она называется duramater. Соответственно, гематомы внутри черепа могут быть следующими. Первая – это эпидуральная гематома. Гематома, которая образуется при скоплении крови между черепом и твердой мозговой оболочкой. Частой причиной являются переломы черепа и повреждения артерии, собственно, оболочки мозга. Учитывая, что твердая мозговая оболочка плотно прикрепляется к черепу, особенно в местах швов костей, то и гематомы, отграниченные и на томограмме, имеют вид древесного листочка такого или двояковыпуклой линзы. Вторая – это субдуральная гематома. Это гематома, образующаяся под твердой мозговой оболочкой, но над паутиной оболочкой мозга. Чаще возникает после травм и при повреждении сосудов коры головного мозга. При операции иногда можно наблюдать такой микрофонтанчик из артерии на поверхности. Но может гематома такая возникать и после разрыва аневризм и при инсультах. Учитывая, что в пределах полушария в субдуральном пространстве нет никаких перегородок, то кровь заполняет поверхность всего полушария, пока не затрамбируется как раз поврежденный сосуд. И поэтому на КТ она имеет серпообразную форму. Еще есть субархноидальные кровозлияния, когда кровь локализуется в субархноидальном пространстве, то есть под паутиной мозговой оболочкой. И вызваны они либо травмами, либо разрывом аневризма сосудов мозга. Ведь сосуды эти лежат как раз в этом пространстве, в щелях между долями мозга. И, конечно, есть внутримозговые гематомы и внутрежелудочковое кровозлияние, которые чаще всего являются признаками геморрагического инсульта. Вот тут видео, кстати. Но иногда могут быть связаны еще и с сушибой мозга. Судя докладам врачей Марадоны, у него была диагностирована субдуральная гематома. Более того, она была хронической. Действительно, субдуральные гематомы могут быть острыми, подострыми и хроническими. Это деление связано со временем происхождения и с консистенцией. Острая гематома – это гематома до трех суток. От трех суток до двух недель – это гематома подострая. И более двух недель – это уже гематома хроническая. С течением времени гематома из плотного сгустка, который похож по виду на говяжью печень, превращается в жидкость черного, я бы сказал, нефтяного такого цвета. Более того, при изменении консистенции увеличивается объем гематомы. То есть, если изначально была гематома малого объема, острая субдуральная гематома, то по мере превращения ее в жидкую часть она увеличивается, что, скорее всего, и произошло с великим футболистом, которому уже 60 лет, кстати. Как раз у лиц пожилого возраста хронические гематомы и встречаются гораздо чаще, потому что пространства в черепе больше и из-за уменьшающегося как раз-таки объема мозга. И поэтому острую траву можно легко пропустить. Как и сказал лечащий врач Амарадоны, скорее всего, тот просто-напросто забыл факт недавней травмы, но она дала о себе знать впоследствии. Симптоматика появляется в таких случаях на ровном месте. Могут быть изменения поведения, отсутствие речи, слабость в половине тела, нарастающая с течением времени. В этих случаях скорая доставляет пациента в больницу с направлением инсульт. А уже в клинике после выполнения томографии, КТ или МРТ становится ясно, с чем уже мы имеем дело. Лечение таких гематом в большинстве случаев хирургическое. Светлый промежуток, то есть период без какой-либо симптоматики, в этом случае может длиться очень-очень долго. Недели, месяцы, даже годы. А надо сказать, чем дольше существует гематома, тем толще становится ее оболочка. То есть у гематомы появляется своя плотная капсула. Она появляется потому, что сразу после травмы начинается реакция со стороны твердой мозговой оболочки и активизируются фибробласты, которые как такие строители-пограничники, они начинают строить заградительный барьер, ту самую капсулу гематомы. И если раньше большинство хирургов спорило о том, как нужно оперировать их, и многие настаивали на том, что надо делать большую трепанацию, удалять гематому целиком, даже с капсулой, то сейчас в основном мы проводим небольшую маленькую операцию, выполняем маленький разрез, трифинацию, то есть делаем маленькое отверстие в черепе. Разрезаем твердую мозговую оболочку, капсулу гематомы и вставляем туда дренаж, по которому жидкость, которая похожа на нефть, она выделяется по трубочке в специальную емкость. На следующий день после контрольных снимков дренаж уже удаляется, и в скором времени пациент выписывается домой. Надеюсь, несмотря на все свои проблемы со здоровьем, вызванные, скорее всего, разного рода зависимостями, что должно послужить нам уроком, кстати. Но надеюсь, все-таки Диего Марадона справится со всеми своими проблемами и выпишется из больницы, продолжит радовать нас своим творчеством, как футболиста, так и тренера. Кстати, кокаин, который обнаруживали в крови не только Марадона, но и, кстати, многих других спортсменов, является не просто допингом, а ядом для организма. Если хотите узнать о том, как влияют наркотики на ваш организм, напишите в комментариях, какие именно, возможно. И я сделаю выпуск на данную тему. Ну, а с тобой был Мамедыч, ты обязательно играй в футбол, но не употребляй кокаин и не получай разного рода травмы. И, конечно, ставь лайк, если понравилось это видео, если хочешь, чтобы я разбирал болезни, операции и разного рода известных личностей, тоже пиши вниз в комментарии. И увидимся в новых выпусках на канале Мамедыч. Все, давай, пока.